Киножурнал Номер 100 Мы поздравляем с юбилеем и на журнал «Хочу всё знать» Но представления не имеем, что вы хотите показать? Возьмём обыкновенный мел Не надо, он нам надоел А если всмотреться в него получше? С помощью самого сильного электронного микроскопа Видите? Мел, оказывается, состоит из вот таких красивых ракушек Точнее, это не ракушки А известковые панцири крохотных одноклеточных морских организмов Они жили 100 миллионов лет назад Погибали, падали на дно А потом море ушло И оставил на земле толстые пласты Вот такого мела А дальше? А дальше нечто новое Мы познакомим вас с коровою А новое тут вот что Корова впервые на арене цирка И, как видите, проявляет истинно артистические способности Более трудное задание Лабиринт Лабиринт Так 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 Правильно Правильно Новый номер пользуется большим успехом Неплохо Мы познакомились с коровой Теперь давайте фокус новый Пожалуйста И не один, а целых три Вам увидеть предстоит, как работает магнит Вернее, это электромагнит Похоже на фокус Но на самом деле это очень важное изобретение ученых Латвийской академии наук Они научили электромагниты узнавать детали Сортировать их Ставить такое положение, чтобы удобно было обрабатывать В каждом случае по-своему сфокусировано магнитное поле Причем электромагнитом подчиняется не только сталь, железо Но и немагнитные металлы, алюминий, медь, олова Тут не нужно ни человеческих, ни механических рук Электромагниты прекрасно руководят движением деталей Правда, интересно? А теперь на тонкий диск насыплем мелкий песок И проведем по краю смычком Звуковые волны, пробегая по диску, создают рисунок Узор Разные звуки, разные узоры Так звук рисует За новым чудом спустимся в подводный мир Тут, ребята, часто случается так Одни рыбки отложат икру Другие возьмут и съедят ее Поэтому маленькая рыбка копеина Арнольда Которая живет в реках Южной Америки Откладывает свою икру Впрочем, сейчас все сами увидите Следите внимательно Раз И на листочке осталась капелька воды А в ней икринки Самец и самка одновременно выпрыгивают из воды несколько раз И икринок на листочке становится все больше Рыбки выбирают пасмурную погоду Чтобы капельки не высохли А через два-три дня Из икринок появляются юркие мальки Капельки скатываются Мальки Это уже не икра В случае чего убегут от хищника Или спячутся в зарослях Вот как рыбка копеина Перехитрила любителей поживиться чужой икрой А может кто-то сделать то Чего не сделает никто? Может Это Вадик Бинглер Школьник из Минска Сейчас он сделает то Чего не может сделать ни один акробат Тройное сальто Раз Два Три Посмотрим еще раз Считайте Раз Два Три А вы б могли А вы б могли Забрать детей со всей земли Чтоб погружились мы навек Конечно Едемте в Артек Здесь в Крыму На берегу Черного моря Собираются ребята из многих стран Они встречаются Чтобы получше узнать друг друга Покрепче подружиться И всегда жить в мире В Артеке Этом замечательном пионерском лагере У ребят много важных Интересных дел И конечно же Здесь всегда весен Конечно Мои дети Еще не все на свете И это очень грустно Приходится признать Но было бы Но было бы желание Придут к тебе Придут к тебе и знания За это вам ручается Журнал «Хочу все знать» Журнал «Хочу все знать»